Влияние русской культуры на европейскую моду всегда было велико, начиная с дягилевских сезонов, когда сначала Париж, а после и весь мир безвозвратно влюбился в роскошный русский стиль. Тогда-то в 1916 году в южном и жарком городе Тифлиси, ныне Тбилиси, родилась девочка Ирина. Она принадлежала к одной из древнейших и аристократичных русских семей – Голицыных. Однако, когда девочке было чуть больше года, в стране разразилась революция. Она вместе с семьей, как и многие другие, была вынуждена покинуть родную землю. Отец Ирины, Борис Львович Голицын, был кадровым офицером, и революцию он не принял. Семья сначала бежала в Константинополь, но конечной их целью все же была Италия. Но осложнялось все тем, что въезд русских эмигрантов в страну на тот момент был закрыт. Эмигрировать им помог старый друг семьи – посол Италии в Россию Пьетро Томмазо де ла Торетто, глубоко уважающий аристократичную семью Голицыных. Он сумел подать документы Голицыных среди других бумаг, которые требовали подписи или постановки штампа. Благодаря такой небольшой хитрости и покровительству высокопоставленного друга, Ирине с ее матерью, княгиней Ниной Петровной, все же в 1920 году удалось попасть на территорию Италии. Там-то она и обосновалась в Риме, в том городе, где ей подобает быть настоящим аристократом. Отец тем временем сражался на фронтах Крыма, и долгое время о нем было ничего неизвестно. Лишь благодаря консульству в Италии его удалось разыскать. Какое-то время он прожил с семьей, после уехал в Трента, а затем и вовсе выехал из страны, обосновавшись в Париже, где потом повторно и женился. Для Ирен, а именно так, девочка стала называться на европейский манер, это событие стало настоящим ударом. Она никак не могла понять, как же теперь ей относиться к отцу. Он писал ей письма. Однако для девочки так и осталась загадкой причина поступки ее отца. Временами она заставляла себя думать, что его в ее жизни вовсе не было. Однако втайне надеялась на воссоединение семьи, которого так и не произошло. Несмотря на все семейные драмы, жизнь продолжалась. Ирен со своей матерью жили в Риме. Девочка получила прекрасное образование в Римском университете, а также изучала языки в Кембридже и Сорбоне. Ирен мечтала стать дипломатом и заниматься политикой. В основном потому, что такая профессия сулила ей много путешествий и знакомств с разными интересными людьми. Дом Голицыных всегда был полон гостей, и его двери были открыты для эмигрантов из Российской империи. Именно в такой среде Ирен начала формировать свой неповторимый стиль, сочетающий в себе европейскую утонченность и русскую экзотику. А если вас также, как и Рена, увлекает мир моды, и вы хотите научиться создавать свой неповторимый стиль, то курсы Skillbox точно для вас. На платформе Skillbox вы найдете широкий спектр программ, разработанных ведущими экспертами фэшн-индустрии. Стилиста-меджмейкер, фэшн-журналистика, персональный шоппинг. Пройдите обучение на Skillbox, и вы сможете освоить новую профессию в сфере моды и красоты. Узнать больше о курсе Skillbox и получить хорошую скидку на обучение, можно пройдя по ссылке в описании. Не упустите свой шанс стать профессионалом в мире моды. Галерина Анна Павлова, князь Юсупов, а также дочь Льва Толстова. Все они были частыми гостями в римском доме Голицыных. Все они позволяли ей ощущать прочную связь с потерянной покинутой Россией. Ирен занималась русским языком и читала стихи русских поэтов. «Я русская на пять сотен процентов», впоследствии говорил Ирен. В годы учебы она увлеклась сначала искусством, а потом и модой. Началом ее карьеры в этой сфере послужило достаточно забавное обстоятельство. Хотя Ирен принадлежала к одной из самых известных аристократичных семей Российской империи, заботы простых девушек ей были не чужды. И очень часто всплывала проблема «нечего надеть». А чтобы вас эта проблема перестала мучить раз и навсегда, переходите в мой телеграм-канал. Там я рассказываю о всех самых модных и актуальных новинках в мире моды, а также составляю для вас капсулы. Однажды Ирен пригласили на дипломатический прием, на который юной моднице не в чем было пойти. Тогда она решила сконструировать и шить наряд самостоятельно. Когда она появилась на этом мероприятии, в своем платье все вокруг были в восторге. Дамы тут же начали интересоваться, чей же это наряд. И когда Ирен ответила, что это платье, ее авторство были очень удивлены. Такой поворот заставил Ирен задуматься о том, что, быть может, ей стоит начать карьеру в мире моды. Профессиональная карьера Ирен Голицыной с ферри фэшн началась в ателье сестер Фонтана. Сначала она там работала обычной швеей, но вскоре стала полноценным модельером, принеся удачу и известность итальянскому модному дому. Примерно в это же время девушка знакомится со своим будущим мужем. Спустя несколько лет она покидает ателье сестер Фонтана, чтобы открыть свое собственное дело. Итальянки уговаривали ее остаться, но желания быть свободной и творить свою собственную моду оказались сильнее. Первая самостоятельная коллекция появилась в 1959 году, но настоящий фурор ждал ее чуть дальше. В 1963 году происходит показ, на котором она представляет свою революционную новинку. По словам очевидцев, в зале было так много людей, что им не хватало места. Им даже приходилось сидеть на ручках кресел. Так вот, той самой революционной новинкой оказалась пижама. Конечно же, это была не та пижама, которую мы представляем с вами сейчас. Такой костюм представлял из себя шелковую блузу без рукавов и довольно узкие брюки. Обе части были шиты из одного материала и щедро расшиты жемчугами, драгоценными камнями и отороченным мехом. На создание такого предмета гардероба Ирэнк вновь подтолкнул собственный опыт. Много лет назад она шила подобный костюм себе специально для отдыха на острове Капри. Когда она его надела, она поняла, что хочет носить такие вещи буквально везде и всегда. Я придумала его исключительно для себя. В то лето в Италии все ходили в костюмах Эмилио Пуччи. И мне казалось, что все, включая меня, одеты в одинаковую школьную форму. Поэтому, когда в одном спектакле на Бродвее я увидела великолепный сценический костюм из расшитых брюк и легкой туники, решила сделать себе такой же. Идея состояла в том, чтобы облагородить уже входившие в женский повседневный обиход брюки, придав наряду женственность и вместе с тем агрессивность. Сначала модельер начала сама носить такие пижамы, а после решила представить их широкой публике. Подобные костюмы от Эрен Голицыны были настолько прекрасными, что даже тот факт, что пижама в то время считалась чем-то вроде нижнего белья и выйти за пределы спальни в таком наряде считалось чем-то выпиющим и непозволительной дерзостью, модной публике 60-х годов они все же приглянулись и стали настоящим хитом сезона. Дизайнер, несомненно, попала в точку, ведь 60-е это эпоха свободы, дерзости и раскрепощенности. Конечно, в то время девушки в брюках еще не были чем-то самым собой разумеющимся, однако модные и прогрессивные барышни с удовольствием носили такой предмет гардероба. А вот в пижаме выйти на улицу до этого никто не решался. Но успех уже было не остановить. Великая и ужасная Диана Врилан, главный редактор журнала Vogue, назвала такие пижамы дворцовыми. Откуда и пошло название пижамы палацца, ведь палацца в переводе с итальянского значит дворец. Волшебные пижамы от Голицыны завоевали любовь не только итальянских модниц, они появлялись и в голливудских фильмах и телепередачах. Ей был чушь с консерватизмом. Именно это и сделала Ирэн Голицыну звездой 60-х на небосклоне фэшн. Итальянская публика рукопрескала ей, а пресса называла лучшим дизайнером 60-х или русской принцессой итальянской моды. Так среди клиентов Голицыны стали появляться влиятельные женщины не только из-за Талии, но и из-за океана. Одну за другой я начала одевать прекрасных женщин, с которыми знакомилась на обедах на светских вечерах. Кинопродюсер Франко Кристанди только что открыл Клаудиу Кардинали. Она приехала в Рим в 1957 году, выиграв конкурс красоты. Франко привел актрису ко мне в ателье и попросил приготовить для нее все – от шорт до вечерних платьев, поскольку они должны были отправиться в Венецию на кинофестиваль. Одри Хэбберн, Софи Лорен и даже первая леди Соединенных Штатов Жаклин Кеннедин попали под обаяние нарядов Ирэн Голицыной. Таких изысканных и таких роскошных. Я сделала несколько платьев для Джеки для ее поездки в Индию, первой в качестве жены президента. Она знала мое имя, посылала мне свои размеры и я делала ей платье, не будучи знакомой с ней. Такое сначала заочное знакомство впоследствии привело к крепкой дружбе. Жаклин Кеннеди часто приглашала Голицыну погостить у нее на выходных или на Рождество. Несмотря на то, что всю сознательную жизнь Ирэн провела за границей, она все же не утратила свою любовь к России, а также связи с родиной. Она прекрасно говорила на русском языке. Приехать на родину ей представилась возможность лишь в 1988 году и сразу с показом мод. За всю жизнь я провела в России лишь два первых года своей жизни, но, приехав сюда, я почувствовала, что наконец-то нашла свой дом. А в 1996 году сбылась еще одна мечта Ирэн Голицыной. На Пушкинской площади в Москве открылся ее именной бутик. Впоследствии она неоднократно приезжала сначала в Советский Союз, а после в Россию. Во время одного из таких визитов в 1997 году ее внимание привлекло творчество молодого дизайнера Игоря Чапурина, и она пригласила его посотрудничать с ней. Результатом стала коллекция «Прет-а-Порте», созданная в 1998 году Игорем для модного дома Ирэн Голицыной. Она была пронизана ностальгией и историческим флером. Севастополь, ноябрь 20-го. Так называлась та коллекция, которая была посвящена людям, которые были вынуждены покинуть свою родную землю из-за революции. И в первую очередь она посвящалась самой Ирине Борисовне. Представьте, я был первым русским дизайнером, который сотрудничал с иностранным домом. Мне было 20, ей уже 60. И я три сезона работал на ее бренд. В конце третьего сезона владельцы компании предложили мне переехать в Рим. Единственным их условием было то, что я должен был работать только на Голицыну. Я отказался и остался в России. Тогда же в 90-х годах состоялась и долгожданная встреча Голицыной с Вячеславом Зайцем, с которым до этого они уже много лет состояли в переписке. Советский модельер и кутюрье из Рима на протяжении многих лет обменивались эскизами и идеями. Каждый из них был высочайшего мнения о своем коллеге и с глубоким уважением высказывались о работах друг друга. Княгиня прожила долгую и яркую жизнь, уйдя из жизни в 2006 году. После себя она оставила не только след в сердцах людей, но и в истории моды. Легендарные дворцовые пижамы от Рен Голицыной сейчас есть во всех самых известных и уважаемых музеях моды. Среди них Метрополитен музей в Нью-Йорке, музей Виктории и Альберта в Лондоне и музей Картюма в Санкт-Петербурге. Вот такая удивительная история русской княгини, которая стала воистину принцессой моды. Ну а если вам понравился этот ролик, то обязательно ставьте лайк и напишите комментарий, ведь это помогает продвижению канала. До встречи в следующем видео!